В законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное заседание. Народные избранники рассмотрели более 50 вопросов и законопроектов. В заседании принял участие избранный губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Глава региона выразил обеспокоенность сложной ситуации с COVID-19, сложившейся в области, и дал поручение в ближайшее время провести правительственный час на эту тему. Он также озвучил информацию по формированию бюджета Ульяновской области на 2022 год. Прошу вас, уважаемые депутаты, активно поработать над бюджетом, учесть все моменты. У нас должен получиться очень качественный документ, позволяющий выполнить все социальные обязательства перед жителями и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие в Ульяновской области. Депутаты приняли закон о продлении срока ежемесячной компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт. Таким образом, народные избранники решили продлить меры поддержки наиболее уязвимых категорий ульяновцев. Это пенсионеры от 70 лет, инвалиды первой и второй группы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Видим существенную меру поддержки, которая оказывает данный закон нашим гражданам. И моими коллегами было принято решение о продлении данных мер поддержки до 2023 года. Парламентарии также внесли изменения в закон о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Тут принцип простой. Нельзя тратить деньги на какой-то дом в рамках капремонта, если фонд модернизации не сможет обеспечить возвратности. Рассмотрели вопросы оформления гаражных боксов и земли под ними. Ряд изменений направлен на продолжение гаражной амнистии. Для того, чтобы доказать пользователю гаража, что земельный участок принадлежит ему, теперь потребуется совершить всего несколько действий. Заказать кадастровый план, это будет единственная трата для пользователей гаражей. Заказывается кадастровый план и прикладывается пакет документов, который отдается в полномочия на органы. По Ульяновской области это Министерство строительства. На заседании рассмотрели вопрос, благодаря которому должны решиться проблемы с графиком движения общественного транспорта в регионе. За нарушение перевозчикам грозят крупные денежные штрафы. Наказание будет применено в том случае, если перевозчик фактически не выполнит установленное количество рейсов, которые предусмотрены регламентом. Парламентарии рассмотрели и приняли еще несколько важных законов и поправок в законодательные акты региона. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Олл Правда ТВ